Леша, стреляй больше, быстрее, положи его! С поставленными задачами ученики 6-го Б справлялись по-взрослому четко и слаженно. Пока одни все ближе подбирались к пулеметному доту, где засел враг, другие прикрывали своих товарищей с тыла. Несколько точных попаданий и миссия выполнена, но времени на отдых нет. Впереди еще несколько испытаний. В таких масштабах военно-тактическая игра на базе кадетской школы имени генерала Ермолова проводится впервые. Ее главная цель – проверка навыков и знаний учеников на практике в условиях, максимально приближенных к боевым. Самое главное – дать детям возможность, то, чему мы научили в течение сентября месяца, возможность реализоваться. У нас принципиальное условие было, что мы по любой погоде, сейчас даже минусовая температура, ребята все равно рвутся в бой, им хочется показать свои умения. То есть для детей это праздник, это не обязаловка. Кстати, сейчас по погоде может любая команда сняться, и это может быть и правильно. Но если они выйдут, если они будут готовы, то это их не право. Но сдаваться не про этих ребят. В ходе военной игры школьники поэтапно проходили одно испытание за другим. В этом, к примеру, по легенде, один из бойцов отряда получил ранение. Задача остальных – донести товарища до медпункта под шквальным огнем противника. Курс молодого бойца с элементами спортивной эстафеты включал в себя и противодействие в некоторых секторах. К примеру, кадеты должны были не просто надеть противогаз, а успеть это сделать до того, как территорию окутает густая дымовая завеса. А здесь проверялись навыки ведения боевых действий в городских условиях. Чтобы не попасть под пули снайпера, который занял позицию на одной из многоэтажек, бойцы использовали микроавтобус как прикрытие. Многие из этих ребят уже решили, что в будущем свяжут свою жизнь со службой в армии. Поэтому подобные учения с ранних лет воспитывают в них дисциплину и помогают отточить умения военно-тактической подготовки. Помогают не забывать все действия, которые выполняешь. Месяц назад сделал, если через еще один месяц этого не сделал, то просто можно забыть и показать уже худшие результаты. Ученик 6-го Б Егор Рубин – командир своего отряда, который, по его мнению, отличается особой сплоченностью и боевым духом. Впрочем, некоторые боевые задачи выполнить было не так просто. Самое тяжелое, когда ползти по земле с гранатометом, с противогатом и с рюкзаком. И заодно еще надо оружие тащить. Чтобы проверить знания по литературе, необходимо написать сочинение, по математике – контрольную. Ну а военно-тактические навыки и уровень физподготовки проверяются как раз на таких соревнованиях. Их руководство кадетской школы планирует сделать регулярными.